Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна, и сегодня тема нашего урока – свадьба. Та-дам! Свадебные аксессуары. Обручальное кольцо. Помолвочное кольцо. Букет невесты. Бутоньерка. Свадебное платье. Выкуп невесты. Фата. Шлейф. Приглашение. Смокинг. Свадебный словарь. Свадьба. Помолвка. Быть помолвленным для мужчины. Быть помолвленной для женщины. Предложение. Сделать предложение. ЗАГС. БРАК. Жених. НЕВЕСТА. МУЖ. ЖЕНА. ВЕНЧАНИЕ. СВИДЕТЕЛЬ. СВИДЕТЕЛЬНИЦА. ПОДРУЖКА. НЕВЕСТЫ. ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ИЛИ СЫША. ТАМАДА. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ. СВАДЕБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СВАДЕБНЫЙ МАРШ. МОЛОДОЖЁНЫ. СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ. СВАДЕБНЫЙ МАНДРАЖ. СВАДЕБНЫЙ ТОРТ. СОСТАВИТЬ СПИСОК ПРИГЛАШЕННЫХ. ВЫСЛАТЬ ПРИГЛАШЕНИЯ. ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО ПРАЗНОВАНИЯ. СОСТАВИТЬ СПИСОК ЖЕЛАЕМЫХ ПОДАРКОВ. ВЫБРАТЬ ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА. ПОЖЕНИТЬСЯ. РУССКАЯ СВАДЬБА. В РОССИИ СВАДЬБЫ ВСЕГДА БЫЛИ ОГРОМНЫМ ПРАЗНИКОМ, НА КОТОРЫЙ ПРИГЛАШАЛОСЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ. Здесь на протяжении веков существуют особые традиции и обычаи, связанные как с самой свадьбой, так и с её подготовкой. Многие из них хорошо сохранились в России и сегодня. ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ ЗАНИМАЕТ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ. ВСЕ БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ УЧАСТВУЮТ В ЭТОМ СОБЫТИИ. ГОСТЯМ РАССЫЛАЮТ ПРИГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ПРАЗНОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НЕ В РЕСТОРАНЕ, ТО ЖЕНЩИНЫ ГОТОВЯТ РАЗЛИЧНЫЕ БЛЮДА. МАШИНЫ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ВСЕ ГОСТИ СВАДЬБЫ, УКРАШАЮТ ЛЕНТАМИ, ЦВЕТАМИ, ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ. БЕССПОРНО, САМОЙ КРАСИВОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МАШИНА, В КОТОРОЙ БУДУТ ЕХАТЬ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА. ТАКЖЕ ДО СВАДЬБЫ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ДВУХ СВИДЕТЕТЕЛЕЙ. ОДНИМ ИЗ СВИДЕТЕТЕЛЕЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРЕНЬ, ДРУГИМ СВИДЕТЕТЕЛЕМ – ДЕВУШКА. ЭТО, КАК ПРАВИЛО, ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ, БРАТЬЯ ИЛИ СЁСТРЫ МОЛОДОЙ ПАРЫ. БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЮТ ОДЕЖДЕ ЖЕНИХА И ОСОБЕННО НЕВЕСТЫ. В РОССИИ ЖЕНИХ ОБЫЧНО НАДЕВАЕТ СТРОГИЙ ЧЕРНЫЙ КОСТЮМ. И БЕЛУЮ РУБАШКУ. ПЛАТЬЕ ЖЕ НЕВЕСТЫ НАОБОРОТ, ТРАДИЦИОННО БЕЛОГО ЦВЕТА. НА ГОЛОВЕ У НЕЕ БЕЛАЯ ФАТА. КРОМЕ ТОГО, ЖЕНИХ НЕ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ НЕВЕСТУ В СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ ДО СВАДЬБЫ. В РОССИИ ЭТО СЧИТАЕТСЯ ПЛАХОЙ ПРИМЕТОЙ. ВАЖНЫМ ОБЫЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫКУП НЕВЕСТЫ. ПЕРЕД СВАДЬБОЙ ЖЕНИХ И ЕГО ДРУЗЬЯ ДОЛЖНЫ ПРИЕХАТЬ К ДОМУ НЕВЕСТЫ. СДЕСЬ ИХ ОЖИДАЮТ ГОСТИ СО СТОРОНЫ ДЕВУШКИ. ЧТОБЫ УВИДИТЬ И ЗАБРАТЬ СВОЮ НЕВЕСТУ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ НЕСКОЛЬКО ИСПЫТАНИЙ. НАПРИМЕР, ЕГО ПРОСЯТ СКАЗАТЬ НЕВЕСТЕ МНОГО КОМПЛИМЕНТОВ. ИЛИ МОГУТ ПРОВЕРИТЬ, НАСКОЛЬКО ХОРОШО ОН ЗНАЕТ ЕЁ, ЗАДАВАЯ РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ О НЕЙ. ЕСЛИ ОН НЕ ЗНАЕТ ОТВЕТА НА ВОПРОС ИЛИ ОШИБАЕТСЯ С ОТВЕТОМ, ТО ОН ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ. В КОНЦЕ КОНЦОВ ЖЕНИХУ ВСЁ-ТАКИ ОТДАЮТ НЕВЕСТУ. КОГДА МОЛОДАЯ ПАРА ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ, ТО РОДИТЕЛИ ОСЫПАЮТ ИХ РИСОМ ИЛИ МОНЕТКАМИ. ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В БУДУЩЕМ МОЛОДОЖЕНЫ ЖИЛИ В ДОСТАТКЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО БУДУЩЕЕ СУПРУГИ УСАЖИВАЮТСЯ В РАЗНЫЕ МАШИНЫ И ОТПРАВЛЯЮТСЯ ВО ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЯ. ЗА НИМИ СЛЕДУЮТ ГОСТИ. УКРАШЕННЫЕ МАШИНЫ ЕДУТ ПО УЛИЦАМ КОЛОННОЙ. ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СИГНАЛЯТ. ОФИЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ СВАДЬБЫ ПРОХОДИТ В ЗАГСЕ. ИНОГДА ПАРЫ ТАКЖЕ УСТРАИВАЮТ ВЕНЧАНИЕ В ЦЕРКВИ. ВО ВРЕМЯ СВАДЬБЫ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА ОБМЕНИВАЮТСЯ КОЛЬЦАМИ, СИМВОЛИЗИРУЮЩИМИ ИХ ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ ДРУК ДРУГУ. ПОСЛЕ ОФИЦАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ МОЛОДОЖЁНЫ ЕДУТ ПО ГОРОДУ ВМЕСТЕ С ГОСТЯМИ. ОНИ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ У НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. КРОМЕ ТОГО, СУЩЕСТВУЕТ ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ, ЧТО ЖЕНИХ ДОЛЖЕН ПЕРЕНЕСТИ НЕВЕСТУ НА РУКАХ ЧЕРЕЗ ВСЕ МОСТЫ В ГОРОДЕ. КОНЕЧНО, ПОЛНОСТЬЮ ОНА РЕДКО ВЫПОЛНЯЕТСЯ. НО ХОТЯ БЫ ОДИН МОСТ ОБЯЗАТЕЛЕН. ЗАТЕМ ВСЕ ЕДУТ К МЕСТУ, ГДЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПРАЗНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. РОДИТЕЛИ ЖЕНИХА ВСТРЕЧАЮТ МОЛОДОЖЕНОВ С ХЛЕБОМ И СОЛЬЮ ПЕРЕД ВХОДОМ. ОНИ ЖЕЛАЮТ НОВОЙ СЕМЬЕ СЧАСЛИВОЙ ЖИЗНИ. ПОСЛЕ ЭТОГО ОНИ УГОЩАЮТ ЖЕНИХА И НЕВЕСТУ ХЛЕБОМ И СОЛЬЮ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ХОЗЯИНОМ В ДОМЕ БУДЕТ ТОТ ИЗ НИХ, КТО ОТЛОМИТ ИЛИ ОТКУСИТ БОЛЬШИЙ КУСОК ХЛЕБА. ЗДЕСЬ ИХ ОЖИДАЕТ РОСКОШНЫЙ СТОЛ. ПЕРВЫМИ ЗА НЕГО САДЯТСЯ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА. ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛЬНЫЕ ЗАНИМАЮТ СВОИ МЕСТА И НАЧИНАЕТСЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН. ОН ТАКЖЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ТОСТАМИ ЗА СЧАСТЬЕ, ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ. КРОМЕ ТОГО, ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ ОКАЖЕТЕСЬ НА РУССКОЙ СВАДЬБЕ, ТО НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ, ЕСЛИ ДОВОЛЬНО ЧАСТО БУДЕТЕ СЛЫШАТЬ КРИКИ ГОСТЕЙ ГОРЬКО. НЕ ПОДУМАЙТЕ, ЭТО ДАЛЕКО НЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ПОДАВАЕМАЯ ЕДА НЕВКУСНАЯ. НА САМОМ ДЕЛЕ, КОГДА ГОСТИ КРИЧАТ ГОРЬКО, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЖЕНИХ И НЕВЕСТА ДОЛЖНЫ ПОЦЛОВАТЬ ДРУГ ДРУГА. КСТАТИ, ИНОГДА ВЫ МОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ И СЛАДКО. И В ЭТОТ МОМЕНТ ДОЛЖНЫ ПОЦЛОВАТЬСЯ СВИДЕТЕТЕЛИ. ГОСТИ ДАРИТ МОЛОДОЖЕНОМ ПОДАРКИ. ОБЫЧНО ПОДАРКИ НА СВАДЬБУ ЯВЛЯЮТСЯ ПРАКТИЧНЫМИ. МНОГИЕ ГОСТИ ДАЖЕ ДАРИТ ДЕНЬГИ. ТАКЖЕ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ЗДЕСЬ ПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ЕЩЕ НА КАЖДОЙ СВАДЬБЕ ПРИСУТСТВУЕТ ТАМАДА. ТАМАДА – ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЕДЁТ СВАДЬБУ И СТАРАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЕЁ ВЕСЕЛОЙ И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ. ОН УСТРАИВАЕТ КОНКУРСЫ С УЧАСТИЕМ МОЛОДОЖЁНОВ, СВИДЕТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ И ОСТАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ. По ИТОГОМ КОНКУРСОВ ЧАСТО ОПРЕДЕЛЯЮТ БУДУЩЕЕ ПАРЫ. НАПРИМЕР, ВЫЯСНЯЮТ, КТО И КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ В ДОМЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ. ТАКЖЕ ЧАСТО ВЫНОСЯТ ДВА ПОДНОСА. ГОСТЯМ ПРЕДЛАГАЮТ ПОЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ НА ОДИН ИЗ НИХ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧЬЕГО РОЖДЕНИЯ ОНИ ЖДУТ ОТ МОЛОДОЙ СЕМЬИ, МАЛЬЧИКА ИЛИ ДЕВОЧКИ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВСЕ ЖЕЛАЮЩЕЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ТАКИМ ОБРАЗАМ, ТАМАДА ПОДСЩИТЫВАЕТ ДЕНЬГИ ЗА МАЛЬЧИКА И ЗА ДЕВОЧКУ. СИТАЕТСЯ, ЧТО В СЕМЬЕ РОДИТСЯ ТОТ ИЗ НИХ, ЗА КОГО БЫЛА СОБРАНА НАИБОЛЬШАЯ СУММА. КСТАТИ, ПЕРВЫЙ КУСОК СВАДЕБНОГО ТОРТА ТАКЖЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НА АУКЦИОН. ИНОГДА ТАМАДА ПОЁТ. ВОБЩЕ МУЗЫКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВУЕТ НА РУССКИХ СВАДЬБАХ. ПОСЛЕ УЖИНА ГОСТИ ВСЕГДА ТАНЦУЮТ. ПОСЛЕЙТЕЛЬНО ПРИСУЮТ. ОБЫЧНО СВАДЬБЫ В РОССИИ ПРОХОДЯТ В СУБОТУ. НО ПРАЗНОВАНИЕ ДЛИТСЯ ДВА ДНЯ. В ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕВЕСТА УЖЕ НЕ НАДЕВАЕТ СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ ГОСТИ СНОВА СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ И ПРОДОЛЖАЮТ ВЕСЕЛИТЬСЯ. И ОСОБЫХ ТРАДИЦИЙ ПРАЗНОВАНЬЯ СВАДЬБЫ В ВОСКРЕСЕНЬЕ УЖЕ НЕТ. НА СЕГОДНЯ ВСЁ. СПАСИБО ЗА ПРОСМОТРЫ И ЛАЙКИ. ВСЕМ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ И ХОРОШЕГО ДНЯ. НА СЕГОДНЯ.